Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Закон сохранения превращения механической энергии – пример решения задач. Ну, мы сначала с вами решим задачки очень простые, а задачки из сборника задач по физике для 10-11 класса. Московкина Елена Геннадьевна и Волкова Владимира Анатольевича. Хороший сборник, надо сказать. Итак, задачи первого уровня. Лишний раз напоминаю, что то, что я буду вам рассказывать, очень-очень может пригодиться к подготовке, при подготовке к единому государственному экзамену и вообще к разного рода контрольному, самостоятельному работам и так далее, и так далее. Ну что, давайте будем смотреть на эти задачи. Ну, прежде всего, давайте с вами заключим договор, договоримся, какие обозначения у нас будут встречаться при решении задач. Потому что в различного рода источниках записывается по-разному. Кто-то где-то обозначает потенциальную энергию, допустим, просто буквой П, кто-то буквой К обозначает кинетическую энергию. Мы с вами будем обозначать это следующим образом. Энергия в общем виде я буду обозначать буковкой И. Вот. Таким вот образом буду делать энергия, energy. Вот. Кинетическая энергия, вот так. Потенциальная энергия я буду обозначать тоже, вот английскими буквами, и Пи – потенциальная энергия, и Кей – кинетическая энергия. А вот потенциальную энергию упруга деформированного тела, ну, то есть, пружинка, да, упруга деформированного тела, иногда говорят упруга деформированной пружины и так далее, и тому подобное. Короче, пружину сжимаем, разжимаем. В это время мы говорим о потенциальной энергии, можно просто сказать. Это потенциальная энергия, которая имеется у пружины. Я буду обозначать вот так вот. И. С. Пи. От слова «спринг» – пружина. Вот. Теперь, как рассчитывается кинетическая энергия? МВ квадрат, делённая на 2, где М – масса, В – скорость, вот, ну и всё. А потенциальная энергия? М, G, H – масса, ускорение свободного падения, высота, потенциальная энергия? У – это насколько она растянута? Вот это только математические выражения, как подсчитывается энергия? Только математические выражения. Никакого другого смысла, так сказать, здесь нет абсолютно. Почему? Да потому что физики наблюдают за различного рода процессами. То есть, тогда, когда кинетическая потенциальная энергия или вообще любая энергия начинает изменяться. О! Энергия начинает изменяться, становится сразу нам интересно, что же произошло. Была совершена какая-то работа. Поэтому первое, что мы должны запомнить, что любая работа, которая иногда обозначается буквой W, иногда обозначается буквой A. Ну, допустим, буквой A. Так как бы принято в большинстве своём. Вот, любая работа всегда будет равняться изменению какого-либо энергии. Вот всё. И для того, чтобы вот это вот понять лучше, естественно, нужно прорешать огромное количество задач, включая и закон сохранения механической энергии и так далее и того подобного. Ну, в зависимости от того, какая задача у нас будет, я буду в дальнейшем и рассказывать об этом. Всё. Поехали решать задачи. Задача первая. Автомобиль массой 2000 килограмм движется равномерно по мосту на высоте 5 метров над землёй. Скорость автомобиля 4 метра в секунду. Чему равна полная механическая энергия этого автомобиля? Задачка достаточно интересная. Вот. Потому что тут можно решать её различного рода, так сказать, способами. Вернее, чисто философски относиться к этому. Ну, давайте запишем для начала условия задачи, чтобы потом поговорить. Кое о чём. Ну, вот, условия задачи записаны. Полная механическая энергия. Что же такое? А полная механическая энергия – это сумма всех энергий, которые имеет тело в данной ситуации. Кинетическая энергия и энергия потенциальная. Вот. Всё. Вот эту сумму мы с вами должны найти. Тогда я пишу полная энергия – это кинетическая энергия МВ квадрат, делённая на 2. А потенциальная энергия будет равняться МГН. Вот. Почему? Да потому что вот если мы сейчас с вами мост нарисуем. Вот это вот мост такой вот, да, а тут по мосту машина какая-то едет, то тогда у нас вот это вот и есть ничто иное, как 5 метров. То есть, действительно, по отношению, так сказать, к основанию этого моста, машина же может сюда, так сказать, бабахнуться, вот, не дай бог, конечно, вот, у неё есть потенциальная энергия. Поэтому мы вот таким вот образом это всё и записали. Итак, энергия полная будет равняться. Ну, тут делать нечего, нужно подставлять численные значения. Масса 2000, скорость в квадрате это будет 16, делим на 2, плюс 2000. Ж мы будем принимать за 10 метров на секунду в квадрате, умножаем на 10 и умножаем на 5. Вот таким вот образом мы с вами и получаем ответ. Вот. Ну, можно взять калькулятор, посчитать и получить. А получается здесь. Здесь получается миллион 116 тысяч, да. Один миллион и 116. 1000 джоулей энергия вычисляется в джоулях. Ну, или это будет 116. Килоджоулей. Вот так вот. То есть мы вот таким вот образом нашли полную механическую энергию. Но иной раз тут можно сказать, а вот у нас движется автомобиль, а мы примем нулевой уровень потенциальной энергии. И вот поверхность этого моста. Всё. Можно так сделать? Да, ребятки, можно. И тогда у этого самого автомобиля будет только одна единственная кинетическая энергия. Ну, вот мудрить не надо. Поэтому мы вот это всё и оставим так, как и есть. Всё. Первая задачка решена. Может перейти ко второй. При свободных колебаниях груза на нити максимальное значение потенциальной энергии равно 3,8 джоулей. Чему равно максимальное значение кинетической энергии, если силами сопротивления пренебречь. Очень хорошая, кстати говоря, сноска, что силами сопротивления пренебречь, потому что силы сопротивления – это сторонние силы. А закон сохранения механической энергии, он так называется, закон сохранения механической энергии, то, что мы использовали в предыдущей задаче, он выполняется в замкнутой системе отчёта. Что ж такое замкнутая система отчёта? Это такая система отчёта, на которую внешние силы никакие не действуют. То есть, действительно, мы закон сохранения энергии в данной ситуации можем смело, так сказать, использовать. Вот. Ну, задачка очень простая. Ну, что значит простая? Её нужно понять. Я вам сейчас объясню, как дойти до ответа 3,8 джоулей. Ну, вот. Я даже для этой цели грузик нашёл. Видите? Вот я держу за верёвочку. Не дёргаю за верёвочку, а он у меня туда-сюда колеблется. Вот это и есть свободное голебание груза на нити. То, что вы увидели. И если я это сейчас нарисую, это приблизительно будет выглядеть таким вот образом. Ну, вот ниточку привязали. Грузик. Оттянули грузик на какой-то угол. И вот здесь вот мы говорим, что это у нас нулевой уровень потенциальной энергии. То есть, если это тело сюда приехало по каким-то либо причинам, здесь потенциальная энергия будет равна нулю. А что здесь происходит? У неё есть высота над этим самым нулевым уровнем. Значит, имеется потенциальная энергия. И поскольку в данной ситуации, если вот вы обратили внимание, да, вот грузик туда-сюда, туда-сюда. Вот в крайней точке он останавливается, чтобы ехать обратно. То есть, вот здесь вот если мы говорим, что это максимальное отклонение, он останавливается. А раз останавливается, нет кинетической энергии. И в этой ситуации есть только энергия потенциальная. А что же здесь, он сюда приехал, потенциальной энергии нет. Это означает, что вся потенциальная энергия превратилась в кинетическую. Ну, раз здесь было 3,8 джоули, ну, значит, здесь кинетическая энергия будет равняться 3,8 джоули. Вот таким вот образом. Вот всё. То есть, если я нарисовал Землю, и над Землёй находится шарик. Ну, и, допустим, здесь его энергия равняется 100 джоули. Я спрашиваю, о чём равняется полная механическая энергия в данной ситуации? 100 джоули. Потому что потенциальная энергия равняется 100 джоули, а кинетическая энергия равна нулю. Поскольку я вот грузик взял, да, его держу, допустим, вот здесь вот на этой высоте. Никуда не движется, кинетическая энергия равна нулю. Теперь отпустил, он стал приближаться к Земле. Это означает, что потенциальная энергия уменьшается, потому что здесь потенциальная энергия должна быть равна нулю. Он прилетел на нулевой уровень, а кинетическая энергия будет увеличиваться. Поэтому, если здесь, допустим, энергия потенциальная, скажем, 40 джоули, то тогда по закону сохранения механической энергии, кинетическая энергия будет равняться 60. Потому что в сумме будет 100. А здесь потенциальная энергия стала равна нулю, ну, а значит, кинетическая энергия стала равна 100 джоули. Вот всё. Это кинетическая энергия максимальная. То есть не тогда, когда она уже упала, а остановилась, а в момент соприкосновения с Землёй. Вот всё. То есть мы на лицо видим превращение потенциальной энергии в кинетическую. Следующая задача. Молот Копра для забивания сваи имеет массу 600 кг. И при работе поднимается на высоту 12 метров. Определить кинетическую энергию молота в момент удара сваи, при свободном падении, сопротивление воздуха, опять-таки, не учитывается. Вот. Значит, что происходит? Ну, давайте с вами посмотрим. Ну вот, я условия задачи записал. Значит, что происходит? Вот, допустим, копёр, да? Копор. Копёр, бобёр. Копор, вот, такая штуковина, которая как бах, баса сваи, бах. Короче говоря, её прежде всего, этот копор, не её, а его копор, нужно поднять на высоту. То есть мотор начинает работать, он поднимается, да, вот поднялся, всё. А теперь что делают? Его раз, отпускают. Тут сваи, он коней как тракнул, так вот. Да, и она раз туда, да, в землю входит. Вот. Всё. Значит, для того, чтобы поднять, нужно совершить работу. А помните, я вам говорил, что любая работа равна изменению энергии? То есть, короче говоря, когда этот копор находится на высоте 12 метров, у него есть потенциальная энергия. Потенциальная энергия будет равняться MGH. Ну и подсчитаем, чему это будет равняться 600. Умножаем на 10, умножаем на 12. И получаем 12 на 6, 72. А здесь остаётся у нас 3 нуля. 72 тысячи джоулей. Вот такая вот потенциальная энергия у нас имеется у этого самого копра. Ну а теперь, как предыдущая задача. Отпускаем его. Вся эта потенциальная энергия начинает превращаться, улетучиваться. Она начинает улетучиваться и превращаться в кинетическую энергию. Значит, когда этот самый копор хорошенечко, так сказать, долбанул по этой самой свае, его кинетическая энергия будет равняться тоже 72 тысячи джоуля или 72 килоджоуля. Потенциальная энергия превратилась в кинетическую энергию. Всё. Воздухо пренебречь. Ну вот что. Сейчас мы эту задачку с вами тоже решим. Итак, тело бросили. Да, у него вначале была какая-то энергия. Ну вот, допустим, вот взяли его и бросили. Вот здесь не сказано, как его бросили. Ну, допустим, пусть даже под углом к горизонту. То есть, он будет вот так вот лететь и тут приземлиться. Вот. То есть, вот здесь вот на этой самой высоте, которая равняется 3 метрам, кинетическая энергия имеется. Вот. Есть кинетическая энергия. Если он ещё над землёй находится, значит, потенциальная энергия есть. Значит, полная энергия равняется сумме кинетической и потенциальной энергии. Кинетическая энергия у нас есть 20 джюлей. Ну, значит, надо прибавить потенциальную энергию. А потенциальная энергия у нас – это MGH. Правильно? Ну, значит, подставляем 1 килограмм. Это масса. Вот она. G – 10 метров на секунду в квадрате. Килограмм умножить на метр на секунду в квадрате – это Ньютон. И сейчас мы это умножаем на 3 метра. Ну, и сколько получается? 30 джюлей. 30 плюс 20 – получается 50 джюлей. Вот такая энергия будет вот в этой самой точке. Это означает, что точно такая же энергия будет абсолютно во всех точках. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и в момент приземления А на землю. То есть, получается 50 джюлей. Вот всё. Вся задачка. Почему? Потому что полная механическая энергия в замкнутой системе всегда остаётся величиной постоянной. Мальчик, стреляя из рогатки вертикально вверху, растянул лёгкий резиновый шнур так, что его длина увеличилась на 10 сантиметров. На какую высоту от места выстрела поднялся камень, если его масса 20 грамм, а коэффициент упругости шнура 80 ньютонов на метр? Ну вот. Стреляет мальчик из рогатки. Записываем условия задачи. И сразу же её решаем. Итак, помните, я говорил, что если мы что-то растягиваем, это означает, что появляется потенциальная энергия упруго-деформированного, так сказать, тела, пружины. То есть, шнур это как пружинка. Вот она же растягивается, и тогда её потенциальная энергия, упруго-деформированное тело или упруго-сжатое или растянутой, пружина или упруго-растянутого шнура равняется k. Вот я запишу Δx, насколько, так сказать, этот шнур растянули в квадрате, делённое на 2. То есть, в данной ситуации натянули, вот и больше у этого тела ничего нет. Вернее, этот самый шнур растянутый имеет вот такую вот энергию. А любая энергия всегда должна во что-то превращаться. А превращаться она будет, поскольку этот камушек начнёт подниматься вверх, превращаться в потенциальную энергию. Вот и всё. Вот и всё. Вся задача. Поэтому для того, чтобы найти вот эту самую высоту, мы kΔx² делённое на 2 поделим просто-напросто на mg и получим эту высоту. Теперь нужно подставить численные значения. Подставляем 800 ньютонов на метр. Отлично. А вот 10 сантиметров надо перевести в метры. 10 сантиметров – это 1 десятая метра. Я также напишу. Вот, смотрите, 1 десятая ещё раз умножить на 1 десятую. Тут у нас будет метр, и тут у нас будет метр. Понятно, да? Дальше делим всё на двоечку. Вот она, двоечка. Теперь на массу 20 грамм. Записываю 20 грамм. Но перевести в килограммы надо. Это будет 0,002. И тысяча у нас улетает наверх. Вот. Тогда тут у нас будут килограммы. И что у нас ещё остаётся? Ещё у нас остаётся 2, как я уже сказал. А, окей. Значит, ещё он остаётся у нас вот g. Это 10. Ну, вот метр на секунду в квадрате можно записать как ньютон, делённое на метр. Вот. Ньютон, делённое на метр. Тоже так можно сделать. Господи, какие глупости говорю. Не ньютон на метр, а ньютон на килограмм. Почему? Да потому что ускорение свободного падения это у нас не что иное, как метр на секунду в квадрате. А ньютон это килограмм умножить на метр на секунду в квадрате. Вот если здесь у нас килограмм будет, мы это сократили, метр на секунду. Короче говоря, ускорение свободного падения 10 ньютонов на килограмм. А теперь смотрите, что получается. Килограмм, килограмм сократил, ньютон, ньютон сократил, метр, метр сократил. О, вот эти метра остались. Теперь дальше. Раз, два, три. Три нуля. Здесь раз, два, три нуля тут. И получается у нас 800 поделить на 4. Правильно? И получается не на 4, не 800, а 80. Потому что вот этот нулик мы ещё должны сократить. Короче говоря, 80, если мы делим на 4, мы получаем 20 метров. Вот так решается эта задача. Ну вот всё. Учите физику на самом суперском канале. Физика это просто канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok